Приветствую, друзья! Надуманный политический фарс и инсценировка с якобы лежащей на России и ее гражданах ответственности за взрывы на складах боеприпасов в 2014 году в Чехии, на самом деле является прикрытием банального экономического подтекста, когда таким нехитрым способом устраняются конкуренты американской Вестингхаус при участии в тендере на постройку пятого энергоблока АЭС Дукована. Однако другая страна АЭС, Болгария, уже прошла абсолютно идентичный путь и очень дорого поплатилась, отказавшись не только от услуг России по сооружению энергоблока, но потеряв и проект, и очень много бюджетных денег. Болгарская АЭС «Козлодуй» была возведена советскими инженерами еще в 1970-х годах и к моменту середины 90-х нуждалась в обновлении и новых энергоблоках. Правительство страны объявило тендер, который на условиях полной объективности и независимости выиграла российская компания «Атомстройпроект», входящая в Росатом, представив для реализации реактор ВВР-1000. В 2012 году, когда был проведен конкурс и выиграл «Атомстройпроект», Болгария уже была членом ЕС и тем самым прямо подвержена непосредственному давлению Брюсселя и США. Поэтому позже, в 2014 году, София резко изменила свое мнение и российской компании было указано на дверь, несмотря на лучшие предложенные условия и почти в два раза более низкую цену, чем запрашивали конкуренты. Естественно, что выбор мгновенно пал на американскую «Вестингхаус», которая без конкурса получила право строить новый реактор за баснословный 7,7 миллиардов долларов. После проведения инвентаризации проекта смета уменьшена до 5 миллиардов. С позиции наших дней известно, чем закончилась история. Энергоблок не построен и не будет до сих пор, так как у Болгарии попросту нет таких денег. Страна остро нуждается в электрических мощностях, но взять их неоткуда. Компания из-за океана умыла руки, сменив роль на технического консультанта проекта, а Софии приходится искать подрядчиков на стороне, используя уже поставленное атомстройпроектом оборудование на сумму до 800 миллионов долларов, компенсацию за которую Софии придется выплачивать российской стороне. Нынешняя ситуация с отказом от привлечения Росатому к тендеру на возведение блока в Чехии представляет собой точную копию уже пройденного Болгарии пути. Поэтому и российская, и китайская компании устранены по соображениям безопасности, а американская заявка, скорее всего, будет принята за основу без оговорок. Складывается ощущение, что русофобы Европы видят цель собственного существования не столько в развитии своих стран, сколько служений США ценой личного благополучия, свято вере в непогрешимость друзей из-за океана. Хотя реальные примеры из истории свидетельствуют о грабительской концепции двухсторонних экономических отношений между европейскими заказчиками и американскими подрядчиками. Поэтому руководство Чехии не научилось, не вынесло опыт из истории советского злодуя только потому, что не собиралось этого делать, даже прекрасно зная итоги истории с привлечением к делу Вестингхаус. Перед Прагой стоят совершенно другие задачи, которые выполняются неукоснительно, даже ценой больших трат и откровенной лжи на международном уровне. Так вижу, друзья.